Так, ну че, у нас третий реплей, опять всеми нами любимая карта Острых Бесконечностей и опять наш любимый матчап АВС, вот, прислал реплей нам Yellow Fox, он желтый совет, и играет он против Mass Attack, это у нас зеленый Альянсер, вот, и Yellow Fox писал вроде, что это Топ-4 игрок был, но я построил сегодня левер, что-то я такого там не нашел, может просто другой никнейм у игрока был, вот, ну ладно, во всяком случае мы все равно это смотрим и комментим, вот, совет права, Альянсер слева, вот-вот-вот, ну начинается все в казарму, на самом деле я сегодня играл левер, так нагло вообще к Альянсеру продул, просто конскрипт раздвел, что-то где-то перекосячил, ну, Совершенность у меня тесно подошел к игре, как-то на халяву там все, спонтанно уже блошки все позабывал, но потом зато пару советов наказал на эту проигрышку Так, смотрим, Альянс начинает тоже, и, еще, начинает барак энергия, здесь вот тоже барак энергии, где Реф строится, в Альянсер тоже, соответственно строится Реф, смотрим, почему-то он загораживает, только одно рефание, и уже сейчас будет Тейр, и какой-то наглый Раш, это будет очень интересно, на самом деле в данном матчапе, в принципе, и совет, и Альянс может друг-руду задавать темпы игры правила, то есть, конечно играть конскрипт Раш против, а здесь золото появляется, смотрите, конскрипт Раш против Криокоптер Раша, вот это не вариант на самом деле, там разные ситуации бывают, так, наверное, сейчас будет и ФВ-шка, и у нас будет, да, и ФВ-шка, и у нас будет попытка сейчас заинженерить Йелло Фокса, ух ты, и тут и Радром появляется, честь, откуда у тебя шпарин столько ресурсов, сейчас будешься квадрат строить, небось еще и в Т3 попробовать выйти, уже 1200 осталось, не меньше, что он делает? он поставил аэродром, закупайте двух индикаторов, ясно, это два, ну да, такой жесткий Раш, маньяк его раньше, помню как-то он делал, что-что-что, он делал Криокоптеры, два или три штуки, буквально продавал аэродром, потом вкладывался волнорезов, там такой Раш был ужасный вообще, просто без башки, совет, я думаю, юнита не успел, наверное, построить, да, здесь дрон есть, дрон еще будет здесь решать, тут выбиваться будет из них, все, говно будет выбиваться, на звук этого дела, так, дрон, да, в данной ситуации это решающий юнит, но здесь есть винтик, на самом деле, тактика уже, альянс, она опрокинулась, потому что ему убили БМТ-шки, то есть ему надо было начать в пехоту, чуть-чуть поджать советом, сделать вид, чтобы он не халявил, так пальцем пригрозить, просто, вот, но сейчас уже голый, дуран, мне кажется, здесь ничего сделать не смогут, очень как-то пролагало, страшно, я думаю, сейчас выходить уже будет, ну, альянс, так, здесь уменьшился Голиаф, тут заморозился комбайн, нету виндика, чтобы, или виндик уже летить где-то, нет, виндика не вижу, Голиафокс передумал свою трефу, в принципе, ему сейчас не до этого, у нас СМСВ-шка ехать здесь просто в наглую заставить продавать все это дело, убивать просто альянс, он, в принципе, он это и делает, ну, не, не знаю, здесь тяжело будет отбиваться альянс, уже и Голиафы подъехали, и пехота здесь добивает этот бедный аэродром, дрон есть, но, на самом деле, он профукал, все, что можно, здесь криво очень исполнил страту свою, Голиафокс, конечно, повезло, что он протупил меньше, на самом деле, ну, в принципе, с весел стороны таких косяков-то я и не заметил, вот, собственно, самый, наверное, короткий год в моей истории, я не знаю, зачем было кидать тетюрепу, на самом деле, потому что она, чуть чересчур, она маленькая, вот, ну, да ладно, мое дело было, отбежать слово я откомментировал, 3.20 идет, вот, до моего рекорда победы, наверное, еще далеко, вот, ну, что, 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 в принципе, очень хорошо бы проканало, если бы совет не пошел в пехоту, боясь быстрого эйра, вот, но он все равно тяжело, вот, это лунчик был, на самом деле, и наказал, наказался он жестко, Голиафокс правильно сделал, что он не строил третий реп, там пошел всем, что можно, вот так, ну, соответственно, по статистике он везде в плюсе, намного, причем, вот, не знаю, ну, скорее всего, у Альянсера страта, может, не отработана, но, на самом деле, нет универсальных страт, такие, чтобы она каждый раз играла, как бы, их надо варнировать, каждый раз смотреть по ситуации, просто иногда, вот, бывает, день, такой, тупо хочется в что-то одно играть, и вот, играешь, и ты им будешь очень много проигрывать, вот, то есть, там надо иметь багаж таких, как и стратегии, знаний, чтобы каждый раз игроку что-то новенькое показывать, и, чем-то его радовать, и чем-то интересным его убивать. Вот, так, ну, что ж, у нас сегодня у нас все, вот, и, скорее всего, в следующий раз у нас будет уже StarCraft, вот, потому что, ну, что-то покажется, что сейчас воротри у нас уныло, ну, в принципе, уже жизнь потихоньку-то заканчиваем, надеемся, что Виктор Геймс нам уже скоро презентует новую часть Сини-Сишки, будем, конечно, надеяться, что это будет что-то серьезное, ну, я уж не говорю, тягаться со StarCraft, ну, чтобы это было на уровне кибер-дисциплины, вот, чтобы игра не забрался у вас, как Р3, было, конечно, много серьезнее, чем Р3, вот, ну, так что, так, ну, ладно, до новых встреч, до вторника, всем пока, всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok